ТОЙОТА СИТИ ТОЙОТА СЕНЧЕРИ появилась на свет в далеком 1968 году. И с тех пор изменилась так незначительно, что глазом этого и не заметишь. Японцы сделали из этого автомобиля застывшую классику, собирательный образ седана 70-х годов. Для русского глаза этот облик ассоциируется разве что со знаменитым членовозом Чайкой ГАЗ-14. Итак, встречайте, автомобиль президентов и консулов. Официальная машина страны восходящего солнца. ТОЙОТА СЕНЧЕРИ. Сказал и подумал, пардон, какой в Японии президент? В Японии божественный император. И СЕНЧЕРИ среди соотечественников играет ту же нелегкую роль венцотворения, далекого от изменчивой моды. Их три на всю Россию. Подъехал как-то человек, знакомый. Нет, но он знакомый как бы тоже занимается. При продаже мне говорят, что нужны ему вроде бы как срочно деньги. Мы такими эксклюзивными машинами не занимаемся, но решили взять покататься. Взять покататься и посмотреть просто как бы один раз в жизни живем. Машина интересная очень. Сама надпись СЕНЧЕРИ по стилистике очень напоминает Бентли. Краем глаза можно и ошибиться. Электропакетом, конечно, никого не удивишь, но самая чума – это форточки на электрическом управлении. Ими можно баловаться весь день. Металл, дерево, всюду пепельницы, подсветки. В задних сиденьях вибромассажер с призабавным режимом работы. Климат-контроль, хотя тогда, наверное, и слова такого не знали. И самое главное – ощущение, что сработан аппарат добротно, кондово, на века. Сейчас так не строят. Натуральная машина времени. Самое примечательное в этой машине даже не то, что кузов на раме, а вот это роскошь. Настоящий V8. Честный, без дураков. При объеме в 4 литра мощность всего 168 сил, а значит тракторный момент, а значит хороший такой басовитый рык. И значит долгий счастливый ресурс. Вот только полюбуйтесь на этот трамблер. Муравейник, а не трамблер. Сидишь как на диванах, грубо говоря, рулишь. Еще бы кто-нибудь рулил, возил бы. Вообще прекрасно было. Она сама по себе тяжелая, но ее никуда не кидает. Вот. Сопротивление воздуха, то есть разгон спокойный. Может быть, конечно, еще 4 эти литра дают. Честно скажу, конечно, не Феррари, но ехать они смело, можно кататься. Единственный, единственный минус у ней, единственный минус, что она сейчас в данный момент времени, да, в этом состоянии, она ест 25 литров бензина. 92-го. 92-го. Да, то есть ее, видимо, здесь немножко уже... Ушатали. Подушатали, да. При хорошем сцеплении массивный седан позволяет от души поотжигать. Но вот беда, отжигать на ней неохота. И скорости в ней просто не чувствуешь. Она дарит какие-то совершенно другие эмоции. Ты находишься как будто внутри бассейна плавательного. И вот ты в этом бассейне спокойно плаваешь. Расслабляешься в свое удовольствие. Это машина для релакса. Машина сделана в 91-м году. А ощущение, что сделана году в 70-м. Эргономика как таковая. Хотя, находясь в таком салоне, не хочется и говорить про эргономику. Абсолютно пустой, невесомый руль. И при этом всем АБС, трекшн-контроль и даже автоматические датчики света. Запчасти, понятное дело, на заказ. И кое в чем Сенчури даже пересекается с Краун Маджестой. Но лет через 10 эксклюзив превратится в настоящий раритет. То есть выгодное вложение денег. Но и сейчас окружающие не могут удержаться от эмоций. Все, все обращают на нее внимание. Обращают большое внимание. Фотаются, спрашивают, что за машина. Так что, если не жаль бензина, повышенное внимание к вашей персоне гарантировано. Да и просто полюбоваться на это чудо можно, выбравшись в выходной всей семьей на авторынок. С фотоаппаратом. Воистину, прекрасное рядом. Ну, Наиль, за твою отвагу, что владеешь таким автомобилем от нашего генерального партнера, производителя качественных моторных масел. Вот тебе Shell Helix Ultra, полностью синтетический. Спасибо огромное. И сертификат на бесплатную замену масла. Спасибо огромное, коробки передач, за предоставленные. Тебе спасибо. Под дорогой. Ну давай, удачи на дороге. Спасибо.